МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это кадры допроса живого инопланетянина. Человек, который обнародовал плёнку, представился выходцем из спецслужб. По его словам, инцидент имел место в 1947 году после крушения НЛО под Розуэлом. Видно, что существо мучается. Возможно, оно привязано к стулу. Ему становится плохо. В кадре появляются врачи. Если в видеозапись-подделка возникает вопрос, с какой целью это было сделано? Возможно, нас таким образом готовят к мысли, что человек не одинок во Вселенной. 16 ноября 1974 года была предпринята первая попытка связаться с внеземными цивилизациями. Радиотелескоп Варисиба отправил в созвездие Геркулес зашифрованный сигнал с информацией о людях. А 20 августа 2001 года на пшеничном поле возле британской обсерватории в Чилболтоне появился ответ в виде огромных рисунков на полях. На месте человека гуманоид в метр ростом, с большой головой и длинными руками. Еще год спустя там же возникло изображение лица гуманоида и круглого диска диаметром около 50 метров. Сегодня в мире почти полмиллиона контактеров. Эти люди утверждают, что общаются с инопланетянами. Иной разум выбирает себе посредников, чтобы с их помощью обращаться к человечеству. Контактер Юрий Марчук получает из космоса сигналы о грядущих на планете войнах и стихийных бедствиях. Уровень его осведомленности таков, что к нему прислушиваются дипломаты, а инопланетные прогнозы транслируют украинские национальные телеканалы. Я вижу в этом смысл. И они видят в этом смысл. То есть любой катаклизм, о нем дается информация с упреждением, чтобы можно было его избежать. Архитектор Юрий Марчук не искал судьбы пророка. Оставив случайно включенный на запись диктофон ноутбука, он обнаружил бегущую по экрану ленту со странными знаками. Это оказались зашифрованные священные символы и буквы всех земных алфавитов. Юрию Марчуку удалось расшифровать ленту. Совместив данные с календарем, он получил довольно точные прогнозы. Они видели смысл передачи информации в том, чтобы подтвердить факт своего существования, предупредить, что они стали управлять стихиями планеты Земля. И если на планете будут происходить энергоинформационные выбросы от людей, которые дестабилизируют энергетическую ситуацию по планете, то они будут вмешиваться и они будут показывать, что путь, избранный для решения какой-то конкретной ситуации, путь неправильный. В апреле 1999-го, за три недели до начала операции США против Югославии, лента в компьютере Марчука принесла предупреждение. Если американцы действительно начнут войну, 3 мая над штатом Оклахома пронесется разрушительный торнадо. Если вмешается еще и Германия, ее жители расплатятся тысячами жертв наводнения. С упреждением на 3-4 недели назывались даты катаклизма. 3 мая штата Оклахома. 1 июня это наводнение в Западной Европе. 4 июня это штат Оклахома, аэродром, посадка самолета. 19 июня это цунами по Карибскому морю. Тогда контактер сумел передать сообщение Югославскому посольству. Они опубликовали прогноз у себя в стране, но воспрепятствовать событию не смогли. День в день на Америку обрушился торнадо, а потоки воды выплеснулись из Эльбы, Рейна и других европейских рек. Уже поднималась цунами над Атлантическим побережьем США и улеглась, потому что стрельба прекратилась. А как правило приходилось встречаться с первыми лицами, или со вторыми лицами какого-нибудь государства, что назревает катаклизм по стране, но который связан с тем-то, тем-то и тем-то, что руководство страны делает неправильные какие-то действия, или телодвижения, и у них всегда есть 34 месяца, или принять эту информацию к сведению, или отмахнуться от нее. 28 июля 2002 года на брифинге в Министерстве иностранных дел Индии Юрий Марчук заявил, предстоящие боевые действия на границе с Пакистаном недопустимы. В Гималаях находятся базы внеземных цивилизаций и особые кристаллические структуры, целостность которых важна для планеты. И будет знамение, которое это подтвердит. 16 и 22 августа эскадрильи НЛО полчаса висели надо всеми ядерными комплексами и аэродромами, о чем сообщили все центральные газеты обеих стран. Но власти не прислушались. 25 или 24 декабря они провели два подземных ядерных взрыва, и 2-3 января они получили около 2 миллионов жертв, погибших во время землетрясения. У Юрия Марчука есть подробнейший прогноз по всем континентам на много лет вперед. Страшное землетрясение в Японии там якобы предсказывалось тоже. По расчетам Марчука, на этот период попал всплеск геомагнитной энергетики, помноженной на желание японцев захватить часть российских островов. Я сейчас смотрю Россию на 100 лет, например, вперед, то я осознаю в том, что эта территория будет жива через 100 лет, и кто-то там будет жить. Все глобальные прогнозы Юрия Марчука на сегодняшний день подтвердились. Из послания внеземных цивилизаций следует, что Россию ожидают опасные периоды с июня 2012 по октябрь 2015 года. Это будет время социальной напряженности и стихийных бедствий. Потом с 2021 по 2024 год. Далее опасные витки будут повторяться примерно через каждые 11 лет. В конце света не будет. Это раз. Человечество очень многолико. Это два. В-третьих, ситуация даже с тем же астероидом, допустим, 28-36 года при его касании, падении, близком пролете и так далее, это не значит финал жизни на планете Земля, даже для человечества. Поэтому те, кто хочет рисовать самые страшные картинки, то он ошибается. Документальный проект «Реальность». Египетские пирамиды. Кто-то когда-то это сложил, совершенно не напрягаясь. Статуи на острове Пасхи. Некие живые существа с вытянутыми головами. Главные загадки древних цивилизаций. Тайный мир. Экстрасенс Светлана Мамайсур обладает вещественными доказательствами своих встреч с инопланетянами. Она с детства находится в телепатическом контакте с высшими цивилизациями. И не исключает, что, возможно, и сама не совсем человек. Ее родители не могли иметь детей. И рождение дочери стало чудом. Ну, вот наши ученые, с которыми я общалась в Киевске, они предположили, что я подкидыш. Возможно. Светлану периодически забирают на НЛО и уносят в дальний космос. Обычно это происходит ночью, через окно или балкон. Над кварталом зависает летающая тарелка. С неба ударяет яркий белый луч, и женщина по нему попадает внутрь корабля. Так начинается путешествие по Вселенной. И четко помню, что несколько дней прошло, а на Земле проходит 15 минут. Они это называют какой-то хрональный двигатель, который пускает луч. И создает туннельный такой вот проход. И они по этому лучу движутся. Причем это происходит, этот прыжок, очень практически молниеносный. По словам Светланы Мамайсур, в космосе обитает множество высокоразвитых цивилизаций. Их планеты разные, но близки к Земле по составу воздуха и силе притяжения. Добрые и духовные существа объединены в некую коалицию. Злобные и агрессивные сами по себе. Коалиция, туда входят продвинутые цивилизации. И вот у них есть отряд наблюдения за развитием разумных сил планеты Земля. Они наблюдают за нами. Но не все встречи с иным разумом несли добро. Однажды Светлану похитили агрессивные существа, которых исследователи называют серыми. Это гуманоиды из созвездия Орион или Дзета-ретикула, ростом в полтора метра, с миндалевидными черными глазами и серо-зеленой кожей. Считается, серые в 1953 году заключили договор с правительством США о размещении своих баз на Земле и возможности похищать людей для опытов в обмен на предоставление технологий. Понимаете, серые ссылаются на то, что они здесь находятся на полном основании, что они договорились. Они меня несколько раз забирали к себе на базу, база на Аляске находится. Если бы американцы хотели, они бы это давно прикрыли, эту лавочку. Бездушные существа проводят опыты на людях. Они забирают кровь, костный мозг и материал для размножения у женщин и мужчин. Серые якобы исчерпали свой генофонд и создают гибридов людей и инопланетян. Вот я у них спрашивала, не могут ли они это обезболивать. А они сказали, что в состоянии стресса выделяются какие-то эндорфины, которые им нужны. Поэтому они это делают сознательно. Причем это очень болезненно, я на себе это испытала. Чрезвычайно болезненно. Причем они какие-то странные такие, они считают, что если они стирают вот этот эпизод из памяти, то якобы ущерб организму не наносится. После похищения серыми Светлана Мамайсур чувствовала себя очень плохо. Ее мучила сильная слабость, ломота и абсолютное отсутствие воли. Вскоре она поняла причину. Светлана была в ванной, когда у нее из носа пошла кровь. Следом в умывальник вывалились два крошечных металлических чипа. Эти импланты поставили инопланетяне, чтобы ее контролировать. Контактер отдала их ученым для исследования. Кстати, пока стояли чипы, я не могла связаться со своими. Я даже не могла попросить помощи. Только когда вышли первые два, мне стало легче, и я смогла попросить помощи. И тогда в течение двух недель еще четыре вышли. И все, у меня там все закончилось. Артем Билык – государственный уфолог. Он возглавляет Организацию по изучению аномальных явлений. В нее входят ученые из лучших университетов Украины. Сейчас он получил экспертное заключение по имплантам Светланы Мамайсор. Металлические предметы размером 1,5 на 2 и на 4 миллиметра исследовались в Институте электросварки имени Патона. Анализ показал, что эти детали являются сделанными из высокоуглеродистой стали. То есть массовое отношение углерода составляет 1,77%. Это почти что чугун. Другие химические элементы – незначительные примеси марганца до 1%. И, в принципе, кислород, но он присутствует, поскольку образец частично окислен. Очевидных признаков, что чипы имеют внеземное происхождение, нет. Однако вся Вселенная состоит из одних и тех же химических элементов. Часто при хирургическом излечении предметов, так называемых имплантантов, они окутаны каким-то коконом из биологической ткани, либо еще имеют соединение к нервным окончаниям в том органе, в котором они выявлены. Обычно это конечности человека – руки, ноги, кисти. С начала 20 века спецслужбы мировых держав охотятся за внеземными технологиями. Они исследуют места крушений НЛО в надежде найти обломки и изучают аномальные зоны, где летающие тарелки появляются наиболее часто. В июле 1984 года в небе над тундрой Кольского полуострова возникло яркое сияние. Некий объект стремительно падал в районе реки Паной. Светящийся шар был довольно крупным. Его воочию наблюдали на военном аэродроме «Североморск» в три военных частях ПВО и даже с моря. Проходящего мимо корабля в районе Кольского полуострова, залива, который на Мурманск выходит, там на «Североморск», видели гражданские моряки, судно торговое наше было, советского флота гражданского, как этот объект падал туда, в эту тундру. Объект рухнул с большой высоты и вонзился в землю. Удар был такой силы, что ближайшая сейсмостанция зафиксировала небольшое землетрясение. Об этом событии писали местные газеты. Явно эпицентр землетрясения находился близко к поверхности. То есть сейсмологи даже определились, что причина – удар о поверхность какого-то тела, объекта. Спустя несколько дней один из офицеров поехал в тундру на своем вездеходе. Военный наткнулся на огромную траншею от торможения какого-то объекта. Везде были разбросаны бесформенные металлические обломки серо-желтого цвета. Сначала у офицера возникла мысль, что это детали с космодрома Плесецк. Ну, значит, обломки какие-то непонятные. Ну, нету на них надписи, сделанные в СССР там, или наш алфавит, там, если бы там был, он бы понял сразу все, да, какие-то технические детали, маркировки. Ну, что-то вот такое очень странное, причем желтоватый такой оттенок. И общая масса, ну, явно там не одна тонна этого аппарата, где-то тонны три как минимум у него вес. Офицер погрузил часть обломков в машину и отвез в Академию наук. Потом они попали в Институт космических исследований, где ученые решили, что имеют дело с настоящим инопланетным кораблем. Результаты уникальные, результаты засекречены, отчеты засекречены, но есть люди, которые держали в руках, которые видели, которые знают. Значит, структура этого обломка представляет собой подобие живой клетки или ДНК из ибоксеридонуклеиновой кислоты. То есть там цепочки, цепи, он живой. То есть это живой металл. Можете себе представить такую технологию? У нас нет на Земле такой технологии. Через три года один из ученых Института космических исследований показал обломки НЛО узкому кругу друзей. Николай Левашов был в числе тех немногих, кому посчастливилось взглянуть на ценный артефакт. Тогда у тебя первый раз столкнулся такой вот воочию, скажем так, с тем, что остался обязательно аппарат. Конечно, я сразу это не понял, потому что лежит какой-то кусок какого-то странного материала. Вот, кажется, угол диска, вот такой дождь, вот такой вот сектор, навес очень тяжелый, то есть это серебристо-золотистый, то есть это где-то так по цвету. Очень, скажем, структура, очень крупная, крупно-серминистая структура. Дальнейшие события повергли Николая Левашова в шок. Обломок корабля телепатически заговорил с ним. Мужчина сидел и просто смотрел на кусок металла. Остальные пять человек за столом продолжали беседу. Но кое-кто увидел слабый луч, идущий от артефакта к колбу Николая. Для меня было то время сложно понять сразу, ну, это несколько секунд потребовалось, как сообразить, что какой-то кусок металла может общаться телепатически. Ну, в первый раз согласен, ну, что ж поделаешь, ну, не сталкивался до этого. И этот обломок начал передавать мне информацию, что он, как говорится, обломок имел ту же программу, потому что весь корабль – это биометалл, то есть квазиживой организм. И даже кусочек небольшой имеет информацию, которую имел весь корабль. Пилоты не справились с управлением при переходе из одного измерения в другое. Все умерли мгновенно. И корабль, как член экипажа, должен поведать о них, о своей родной планете и о постигшей их катастрофе тем, кто его найдет. Он больше не может восстановиться. Но кое-какие функции сохранил. Поэтому многим людям, которые держали обломки или находились рядом, становилось плохо. Артефакт засекретили. И где он сейчас – неизвестно. Когда к космическому кораблю приближается какое-то живое существо, идет его сканирование кораблем, и корабль выдает информацию для себя, можно этот человек допускать к себе ближе, впускать внутрь или нет. Кольский полуостров Кольский полуостров давно считается аномальной зоной. Там часто видят НЛО. В отдельных районах сохранилось множество капищ древних народов, которые поклонялись странным богам. Недалеко находится удивительный водоем Сейдозера. 30 лет назад рядом с ним на горном перевале произошла ужасная трагедия. Погибли четверо туристов. Опытные, спортивные ребята. Признаков насилия на телах не было. У всех на лице застыла гримаса ужаса. Исследователи сравнивают это с тем, что произошло в середине 20 века на Северном Урале. Сценарий гибели людей повторился точь-в-точь. В феврале 59-го года над горами Северного Урала участились появления огненных шаров. Местные жители были в панике. Они уверены, боги разгневались. Священная гора Атортен поглотила группу альпинистов за то, что они нарушили табу и включили ее в свой маршрут. Там находилось некое священное место, которое охраняли боги. И там были убиты 9 местных шаманов Манси. Есть небольшие разночтения в разных вариациях этой легенды. Есть упоминания о том, что якобы боги прилетали на шарах. Или, по другой вариации, боги с помощью светящихся огненных шаров защищали эту гору. Название мрачной и труднодоступной горы Атортен на языке Манси означает «не ходи туда». Сразу за ней еще более гиблое место – гора 9 мертвецов. В этих местах и находит смерть группа из 9 студентов Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова. Пропавших ищут спасатели. Задействована гражданская и военная авиация. И сотни добровольцев. Наконец, на склоне горы обнаружили палатку. Ее стены разодраны, сама она пуста. Личные вещи разбросаны в беспорядке. В любом случае абсолютно нормальные, то есть 9 человек, сидя в палатке, нарезая, как говорится, все бутерброды к чаю, вдруг, в чем мать родила, можно выразиться так, по морозу, то есть бросились куда-то. Это специально обученные туристы, которые шли по самому сложному маршруту. Цепочки следов от палатки идут странными зигзагами, словно люди хотели разбежаться, но неведомая сила снова собрала их вместе. Спустя некоторое время всех находят лежащими на снегу мертвыми. Но безо всяких признаков насилия или борьбы. Официальная причина смерти – обморожение. Происхождение некоторых их травм до сих пор объяснить очень сложно. И в частности, это касается переломов ребер у нескольких людей, причем переломов, сделанных, переломов, которые произошли достаточно странно. Были поломаны ребра через одно. Власти засекречивают трагедию. Из Кремля поступает телефонограмма, неразрешающая вывозить тела погибших до приезда специальной комиссии из Москвы. Каждого участника поисков заставляют подписать документ о неразглашении государственной тайны. А над местом катастрофы по нескольку раз за ночь появляются огненные шары. Летчики, выполняющие полеты в этом районе, уже открыто говорят о том, что за ними следят НЛО с тех самых пор, как пропали туристы. То есть ночью на том перевале, где стояла палатка, мог опуститься какой-то объект. Мы не можем сейчас сказать, это был там классическое НЛО, то есть летающий объект, который совершил посадку. Может быть, что-то даже из глубин земли могло подняться, тут можно гадать. И этот объект мог вести какую-то деятельность на этом склоне. Картину произошедшего сегодня можно восстановить достаточно точно. Туристы добираются до горы мертвецов, ставят палатку. Уставшие и замерзшие, они, тем не менее, не бросаются разводить печку и готовить ужин. Первое, что они бросились делать, как только поставили палатку, это писать свою стенгазету. Они, видимо, что-то видели перед своей последней ночевкой, из-за чего забросили все остальные дела и стали делать стенгазету. Но вот за этим занятием, видимо, их прервало какое-то ощущение, может быть, какой-то звук, может быть, появление света непонятного. Руководитель группы Игорь Дятлов берет фонарь и выходит, чтобы посмотреть на происходящее. Стоя у входа, кричит, чтобы они убегали. Ребята в ужасе разрезают изнутри брезент палатки и бегут в сторону противоположную входу. Люди выбегают в панике, люди выбегают, спасаясь от чего-то неведомого. Этим неведомым может быть только что-то, что своим ярким светом может просвечиваться сквозь брезент палатки. Паника гонит людей вниз по склону. Затем они останавливаются, пробежав вниз полтора километра. Дальнейшие их действия лишены всякой логики. Вместо того, чтобы вернуться в палатку, где находится еда и теплые вещи, туристы пытаются развести костер. И хотя рядом находится валежник, они лезут на деревья и ломают самые толстые и неподходящие для костра ветви. Я помню сухую строчку в уголовном деле. И при этом оставляли на острых сучках куски кожи и мяса. Я представил себе, это же как можно, превозмогая боль, собирать хворост ради костра, чтобы не обращать внимания на то, что ты не просто царапаешься о ветке, ты, цитирую, оставляешь куски своего мяса на деревьях. То есть, иными словами, это люди, которые боролись за жизнь, не то что превозмогая боль, а просто уже за пределами боли. Спустя некоторое время несколько человек пытаются вернуться в палатку, но делают это почему-то ползком. Вывод может быть только один. На него, к сожалению, следователи не обратили внимания. Так может поступить только человек, у которого потеряно зрение. Только человек ослепленный боится отойти от своих товарищей, потому что в этом случае нет гарантии, что он вернется. Ослепленные и замерзающие. В сильный мороз альпинисты хватаются за последний шанс выжить. Потом три человека во главе с Дятловым пытаются снова дойти до палатки, но очевидно за вещами. Объект каким-то образом их убивает или, может быть, просто не было какого-то умышленного убийства, но было просто смертельное воздействие для человека. Как результат, вот у нас три последнего человека доползают несколько сот метров до палатки. Значит, было что-то за палаткой, что их не подпускало. Эта страшная история имела продолжение. Вертолеты и самолеты, которые эвакуировали тела туристов, падали в тайгу прямо на глазах спасателей. Участники следственной группы погибли один за другим при загадочных обстоятельствах. Экспедиция космопоиска трижды ходила на гору мертвецов, чтобы разобраться в причинах произошедшего. Недалеко от места трагедии они нашли две воронки от взрывов. Но все деревья, которые растут внутри этой воронки, должны быть младше самой воронки. И вот оказалось, что дерево, которое я спилил, там росла береза, оказалось старше событий, которые произошли с группой Дятлова. То есть эти два взрыва должны были случиться, и вот это время я рассчитал точно, они должны были случиться в 1942-1943 году. То есть, иными словами, гораздо раньше, чем история с группой Дятлова. Позднее Вадим Чернобров наткнулся на исторические документы, которые могут пролить свет на тайну горы мертвецов. Недалеко от этого проклятого места находится рудник, где добывают марганец. Во время Великой Отечественной войны это вещество считалось стратегическим. Оно использовалось для создания танковой брони. Фашистские войска организовали спецоперацию по уничтожению рудника. С аэродрома в Архангельской области в воздух поднялась эскадрилья немецких самолетов. Их путь лежал через гору Атортен. Достоверно известно, здесь я уже ссылаюсь на немецкие источники, что эскадрилья вылетела. Достоверно известно, что эта эскадрилья пролетела большую часть маршрута. И она вышла уже на боевой курс недалеко от рудника. Но до рудника они не долетели. Несколько боевых самолетов бесследно исчезли над проклятыми горами. Воронки от взрывов, которые нашла экспедиция Черноброва, могли оставить именно они. Немцы начали сбрасывать бомбы, не достигнув цели. Возможно, их что-то сильно напугало. Я напомню о тех самых светящихся шарах, о которых молва уходит в глубину выков, и тех самых светящихся шаров, с которыми сталкивались самолеты уже в наше, послевоенное время. Вероятно, только с ними могли столкнуться немецкие бомбардировщики. И вот дальше их судьбу, об их судьбе можно только догадываться, потому что я считаю, что воронки, которые мы нашли, говорят о том, что они начали избавляться от бомб и, видимо, повернули обратно. Видимо, они далеко не ушли. Скорее всего, эта эскадрилья должна лежать где-то на склонах горы Мертвецов, где-то в тайге. Что же скрывает гора Атортон? Космодром НЛО или целую базу внеземной цивилизации? Как бы то ни было, она хорошо защищается от любых непрошенных гостей. Даже если это безобидные туристы. На окраине Ростова-на-Дону есть место, которое хранит еще одну тайну. Зеленый остров. Клочок суши посреди реки. Сегодня это дачный поселок и курортная зона. При въезде на остров расположен мемориальный комплекс. Памятник бойцам полка НКВД. НКВД охраняли именно Зеленый остров и они отбивали фашистов. Это было зимой. Не пускали фашистов на Зеленый остров. Именно с Ростова фашисты наступали и почему-то они охраняли этот Зеленый остров. Но на Зеленом острове никогда не было ничего ценного или стратегически важного. За что же бились немцы, уже захватившие южную столицу России? Эта область она всегда интересовала. Там была секретная лаборатория КГБ в свое время. И этот клочок земли во время войны он отстаивался совершенно непостижимым образом. Зеленый остров считается аномальной зоной. В 20-е годы здесь упал неопознанный летающий объект. Нам рассказывала одна бабушка, которая была очевидцей. Она сказала, что был светящийся какой-то объект и он двигался над горизонтом, в направлении оттуда вниз, в эту сторону. Именно светящийся объект. Обломки глубоко ушли в грунт и по какой-то причине все это не успели или не смогли эвакуировать. Погибший НЛО до сих пор находится под землей на острове. Считается, что там же была спецлаборатория НКВД. Как туда попасть сегодня никому неизвестно. Рыбаки, которые ночевали в эту ночь на острове и готовились на следующий день к рыбной ловле, они были разбужены взрывом, гигантским взрывом. После этого они были свидетелями, когда на зеленый остров высадилась группа НКВД, все было оцеплено и там начались работы земляные. После через несколько, буквально через неделю место было полностью реконструировано. Там были высажены кустарнички, замаскировано все. Ростовские исследователи НЛО трижды пытались найти на зеленом острове обломки внеземного корабля. Одна из экспедиций оказалась успешной. На зеленом острове было три экспедиции у нас как раз ходили. Это по семь человек. Были представители с университета и с лабораторией тоже по исследованию аномальных явлений в Ростове, здесь на Дону. И были обнаружены множество аномальных как раз вот здесь мест, которое сейчас одно из мест, это которое здесь за спиной. Один из исследователей зеленого острова Олег Гайворонский похоже нашел обломки корабля, но жестоко поплатился за это. Его хватил инсульт. Сегодня он не может ходить и с трудом разговаривает. В общем, я не советую соваться туда, куда не надо. Отважному исследователю удалось проникнуть в подземные ходы зеленого острова. Там он нашел вот эту деталь. Обломок НЛО состоит в основном из железа. Он не несет никакого излучения, даже магнитного. И это странно. Оплавленный артефакт пережил страшный взрыв. И теперь мало что может дать науке. Нельзя так деформировать среднейший металл. То есть это высокое давление и высокая температура. Как это достигается? Только при взрыве. Облавленные обломки НЛО красноярский ученый Юрий Лавбин нашел в районе падения Тунгусского метеорита. Сомневаться в общепринятой версии событий и искать доказательства его заставили факты. Сейсмологи вычислили. В 1908 году удар в тайге породил магнитную бурю. Магнитная буря может возникнуть только при взрыве технического устройства в атмосфере. на поверхности земли даже взорвем бомбу не получится магнитной бури или же высоко в атмосфере то же самое определенный уровень где-то до 10 километров и там как раз это все происходит. Затем ученые обследовали район Тунгусской катастрофы с помощью современных снимков из космоса и увидели аномальный след в почве. И мы обнаружили одно повреждение земной поверхности именно техногенным объектом. Техногенным объектом. Это повреждение 5 на 5 километров 5 на 5 километров размером. Дело в том что именно вот как бы объект стартовал или же он включил какие-то установки свои. Но дело в том что поверхность повреждена капитально. Мы туда сделали 5 экспедиций на эту местность. Исследователи нашли в тайге странные объекты уже поросшие мхом. Откололи несколько кусков и отправили на анализ. Сделали анализ то получился фердосилицит не просто силицит. Силицит получают у нас Новокузнецкий получают для силицирования дюзракет носителей. Это очень прочные материалы жаростойкие. Так вот мы получаем феррум си силицит соединения железа с клеммем с числом земных. А чтобы получить двух модификаций это невозможно. Это нужно космическое нужно пространство. Сегодня эти материалы хранятся у Юрия Лавбина в музее. Более 20 лет изучая тунгусский феномен он пришел к выводу, что может полностью воссоздать картину произошедшего. На землю падала огромная комета и космический корабль, который находился на орбите, попытался ее разрушить, но в результате погиб сам. то есть складывается впечатление, что именно техногенный объект или протаранил эту комету, так как она имела массу гигантскую, или может быть именно включив какие-то энергетические установки, установки именно каким-то, может быть, пучковое какое-то оружие, или, бог его знает, ну, может, мощные лазеры какие-то, или еще что-то, но по крайней мере взорвал эту комету, взорвал. Недавняя экспедиция в район падения обнаружила на берегу под каменной Тунгуски удивительные камни по составу похожие на кварц, с начертанными на них иероглифами. Эти знаки можно сделать только с помощью мощнейшего лазера. Очень интересный кристалл, он тем интереснее, что у него получается, что вот одна пластина и она как бы прилипла к другой пластине, потому что с помощью микроскопа, да даже не уроженным глазом видно он прозрачный, с той стороны тоже самое есть рисунок, тоже самое. И на этой пластине есть рисунок. Если смотреть под микроскопом опять же туда, то там тоже видно рисунки. И здесь есть рисунок, и там есть рисунок. То есть они как бы слиплись эти пластины. То есть на пластины нанесены были, нанесена информация, но при, может, высокой температуре они как бы вот слиплись между собой эти пластины. Юрий Дмитриевич полагает, что нашел черный ящик корабля инопланетян, который погиб от удара о землю. Но символы остались, и их можно расшифровать. Считаем, что это просто рисунки сделали инопланетяне. Хоть это громко сказано, но приходится сказать, как теперь их называют пришельцы. Похоже, Землю действительно охраняют высшие силы. Они не дают нам погибнуть в планетарных катаклизмах и направляют развитие цивилизации. Представители иного разума были рядом с людьми всегда. Только мы не догадывались об их истинной природе и целях. Мы могли их называть гномами и эльфами, бесами или ангелами-хранителями. Татьяна Сырченко редактор газеты, посвященной всему непознанному. На заре своей карьеры она не могла и подумать, что это занятие станет ее судьбой. Но высшие силы решили иначе. Татьяна закончила аэрокосмический вуз и по распределению попала в секретный НИИ. Одним пасмурным питерским днем она сидела на работе, уткнувшись в копию технической документации. Я сидела и читала книгу. Передо мной была книга техническая. Она была... Раньше такие были книги не напечатанные бумаги, а от сининой так называемой сеньки. Были такие копии. От них даже попахивало иногда на штырем, потому что это вот такой эффект копирования. Будто помянуясь чьему-то мысленному приказу, Татьяна встала и вышла из здания. Перед входом ее ждала черная заграничная машина. И она, главное, так медленно подъехала и прямо вот так около меня встала. И окна темные. Ничего не видно в машине. А темные окна, знаете, вообще в наше советское время не было ни у кого темных окон. Все окна были прозрачные. То есть машина была необычная. Передняя дверь открылась. Внутри сидело трое мужчин в черных костюмах с белыми мертвыми лицами. Она сразу поняла, что это не люди. Телепатически Татьяну убедили, что она должна ехать с ними и опасности для нее нет. Дорога была недолгой. Вскоре девушка оказалась в круглом белом помещении. Я была потрясена тем, что простор, что значит свет, но нет светильников. А свет шел от всего потолка. Поэтому мне показалось, что он как будто из ваты или из такой бумаги промокательной. Что он весь светится, потолок. И такая кремоватая стена. Сопровождающие сообщили, что Татьяну хочет видеть кардинал. Девушка ответила, что не может предстать перед таким лицом, в чем была. Тогда из стены выдвинулась стойка с разноцветными балахонами. Татьяна выбрала фиолетовый. Затем мужчины исчезли. Стена раскрылась. Стена раскрылась, а там такой порог, знаете, высокий. Вот на кораблях такие пороги, их надо перешагивать. Вот такой высокий порог, потому что я видела, что часть ноги, там, который скрывается за этим порогом, стоит дядечка в сиреневом балахоне, таком, как я. Главный шагнул за порог и приветливо ей улыбнулся. Татьяна помнит лишь то, что он успел поздороваться, и все пропало. В следующий момент она опять сидела за своим рабочим столом. Я не спала, ничего. Вот у меня перед глазами книга, все это исчезло. Я даже не скажу, что исчезло, я скажу, что вот просто этого нет. Вот это было, и этого нет, я сижу и читаю разработку. Но я же помню, что я где-то была. Какое значение имел визит, Татьяна постаралась не задумываться. Ей казалось, даже если стерли память, значит, так нужно. Спустя 20 лет она стала первой в Союзе журналисткой, начавшей писать об аномальных явлениях. А потом снова увидела кардинала. Просто мгновенно перенеслась в НЛО, который находился на орбите Земли. Я опять оказалась в том помещении, и сзади меня стоял этот человек, который был тогда. И вместо стены было большое такое, просто открытое все было окно, и видно было, что там Земля. И Землю было видно целиком. То есть орбита была гораздо дальше, чем наши спутники летают, они видят часть, а я видела всю Землю целиком. и большой-большой-большой такой какой-то типа пульта весь, и мне показывают вот эту Землю. Сегодня Татьяна Сырченко не сомневается, что развитие цивилизаций на Земле вообще происходило под неусыпным контролем свыше. Если взглянуть на древние фрески и средневековые картины, то можно найти изображения летательных аппаратов в форме диска и портреты богов, похожие на тех существ, которых сегодня описывают очевидцы НЛО. Предыдущие цивилизации они продвинулись достаточно далеко. И нам известны, например, названия такие Виманы. Летающие Виманы. По своему описанию это один к одному НЛО. И описывается двигательная установка, как она устроена, механизм работы этой установки описан в тех далекие времена. Но эти Виманы, они строились людьми Земли, но были принесены богами с неба. Доказательств существования внеземных цивилизаций сегодня достаточно. Есть фото и видеозаписи, следы от посадок и крушений внеземных кораблей. Эта информация заставляет воспринимать версию о том, что инопланетяне контролируют Землю всерьез. Время контролируют всерьез. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова